Локализация является одним из важных факторов, влияющих на эффективность веб-сайта. Подробнее это мы уже обсуждали в наших предыдущих видео. В этом видео мы расскажем о культурологической модели, предложенной авторами Синг, Чоу и Ху. Они предлагают руководствоваться шестью культурными деменсиями, дополненными 23 категориями элементов веб-сайта. Во-первых, авторы предлагают рассмотреть влияние деменсии коллективизма на элементы веб-сайта. Эта деменсия может проявиться в обратной связи, в формулировке визии компании, в демонстрации общности с клиентами. Основные категории для этой деменсии это связи с общественностью, клубы и чаты, использование семейной тематики, программы лояльности и рассылки. Вторая деменсия – избегание неопределенности, влияет на содержимое рубрики часто задаваемых вопросов, на наличие и детальность местных контактов, использование местной терминологии. Основные категории веб-сайта в зоне влияния этой деменсии – это клиентская служба, гид навигации, местные пункты продаж, местный сленг и использование традиций как способа уменьшения неопределенности. Дистанцирование власти проявляется в сфере корпоративной иерархии и использования изображения важных персон. Индивидуализм отражается в описании продукта через его эксклюзивность, через персонализацию интерфейса и предложений. Насыщенный контекст проявляется через внимание к эстетическим деталям, активное использование цветовых элементов, красивых картинок, тематики любви и гармонии. В тексте используется мягкий стиль и ненавязчивый маркетинг. Скудный контекст проявляется проактивным маркетингом – это различные промо-акции, сравнение в характеристиках товаров, рейтинге, подчеркивание преимуществ. Следует отметить, что каждая из культурных деменсий может проявляться в нескольких категориях. Как вы могли заметить, SYNC с авторами выбрали некоторые деменсии, предложенные ранее Ховстеды, и дополнили их категориями элементов веб-сайтов, в которых этим деменсиям следует уделить особое внимание для более эффективной локализации. Ориентируясь на эти элементы, можно выполнить сравнительный анализ веб-сайтов на целевом рынке и выделить основные элементы веб-сайтов, в которых проявляется культурная специфика, для того, чтобы определить приоритеты локализации и впоследствии должным образом адаптировать свой веб-сайт к культурным особенностям целевого рынка. Рассмотрим примеры двух веб-магазинов, торгующих на рынке мебели и прочих товаров для интерьера в Великобритании. Это магазины House и Wayfair. Рассмотрим деменцию коллективизма на сайте Wayfair. Он четко проявляется в разделе социальной ответственности, там прямые упоминания, участие компании в жизни общества, благотворительности и т.п. На сайте House этого нет, там можно подписаться на рассылку и в принципе другие элементы, свойственные коллективизму, по мнению Сингса, авторами отсутствуют. Однако есть явные проявления элементов индивидуализма. На сайте House товары описаны как эксклюзивные, подобранные дизайнерами и проверенные на качество. То есть на этом сайте больший перекос в сторону индивидуализма. На сайте Wayfair ситуация обратная, больший акцент на коллективные ценности. Для того, чтобы выделить превалирующие на данном рынке тенденции касательно этих деменций, требуется больше примеров. Но, по крайней мере, данные примеры позволяют сориентироваться, в каких разделах сайта следует искать проявления коллективизма и индивидуализма. Смотрим следующую деменцию – избегание неопределенности. На сайте Wayfair представлена ясная информация о местных контактах для каждого региона. На сайте House контактная информация также ясна и детализирована. На обоих сайтах нет секции с часто задаваемыми вопросами, однако на сайте Wayfair есть раздел помощи, где разъяснены основные типы и этапы онлайн покупки. На обоих сайтах нет гидов по навигации, в случае сайта House это особо не влияет на уровень неопределенности, поскольку сайт небольшой и потеряться там не получится. Что касается сайта Wayfair, он больше и там нужна помощь в навигации, для этой цели служит путь навигации, указанный вверху страницы. Деменция дистанцирования власти проявляется в важности корпоративной иерархии. На обоих веб-сайтах используется фото главных персон, руководящих компаниями, однако информация о руководстве на сайте House представлена в неформальном стиле. А Wayfair больше вещает о команде лиц, чем о их иерархии. То есть можно прийти к выводу, что оба сайта демонстрируют маленькое проявление дистанцирования власти. Что касается элементов насыщенного и скудного контекста, на обоих сайтах использован сбалансированный подход. Много внимания уделено эстетике, красивым изображениям и приятному дизайну, что является признаками проявления деменции насыщенного контекста. Но в то же время присутствуют заметные элементы проактивного маркетинга с четкой информацией о скидках и призывом к покупке. Это уже проявление деменции скудного контекста. Резюмируя, можно сказать, что эти примеры веб-сайтов, продающих на великобританском рынке, позволяют наметить ориентиры касательно основных культурных элементов, проявляющихся на данном рынке. Безусловно, для полноценной картины необходимо больше примеров, но нашей целью было продемонстрировать возможность применения модели синха и соавторов. А для этого двух примеров достаточно. Итак, в случае наших примеров мы видим, что на обоих сайтах проявляется умеренное стремление минимизировать неопределенность и склонность к неформальному стилю подачи информации. На обоих сайтах подчеркивается польза для клиента, однако для этого выбраны разные способы. На сайте Хаос польза выражена через эксклюзивность и персональное внимание, а на сайте Wayfair больше акцентируется польза для общества и коллективные ценности. О других культурологических моделях мы уже рассказывали ранее в наших других видео, их можно найти по ссылкам в подсказке. Субтитры создавал DimaTorzok